Всем привет! Доброе утро! Так, ребятки, ну что, поболели немножко и хватит. Я вчера, конечно, еще отлеживалась. У меня денек был видео с запасом, так что вчера я ничего не снимала. Видео-то у вас вышло. Это уже я четвертый день болею. Ну, не болею. Настраиваемся на хорошее, не болеем. Вам тоже. Всем крепкого здоровья. Кто болеет, выздоравливайте. Так, у нас сегодня, не помню, какой день недели, по-моему, четверг. Вчера решила я немножечко отдохнуть, но еще ничего не делать, потому что с утра там чем-то занималась, не помню. Я что-то у меня так немножечко была слабость. Думаю, ладно, не буду сильно напрягаться. Вот, ну, сколько можно лежать? Уже работы по дому собралось. Куча работы. В утром встали, позавтракали. Женя уехал на работу во вторую смену. Вот, София закончила здесь занятия дистанционные. Я занимаюсь домашними делами. Мне надо сегодня... У меня в планах много чего сделать. Ну, знаете, я так не очень люблю. Я люблю там чем-то одним заниматься. Одно там сегодня сделать, то другое. А у меня там всего по чуть-чуть насобиралось. Машинка уже стирается. Так, я тут Микусики делаю, видите, причесон. Причесон делаю, Микусика. Причесон тебе сейчас сделаем. Это сегодня только первый раз ей делаю причесочку. Так, Микусик. А ну. Халюся, девочка. Халюся. Халюся. Халюсенькая. Халюсенькая. Беги, гуляй. У меня как-то спрашивали по поводу Йорка. Кто-то хотел завести. Не знаю, линяют. Нет, Йорки не линяют. Шерсти от них нет вообще. Замечательная собачка. Замечательная. У меня голос еще такой какой-то. Ну, ни температуры, ребята, ничего нет. Нормально. Это, наверное, была простуда. Как вы и писали, я тоже думаю, что это было, наверное, когда я убирала. Я помню, тогда, помните, я вам рассказывала, батареи мыла. Окно открытое мне по спине так сильно тянуло. Может, и протянуло. Или ем возле окна, оно открытое. Вот. Так что, нормально все. Так. Что я сейчас буду делать? Мне надо... Я так зонами, по зонам постели поубирала. Сейчас надо посуду помыть. Утром завтракали. Немножко привела себя в порядок. Макияжик сделала. Вчера на ночь маску делала. Утус улиток. Второй раз. Кто-то написал в комментариях, что нельзя второй раз использовать. А там много осталось жидкости. А что нельзя? Можно. Вот. Перемыла обувь. Сейчас начну с зоны... В прихожке мне надо там порядок навести. Знаете, как? Вдруг кто зайдет. А надо, чтобы всегда было идеально. Ну, в общем, сами понимаете. Четыре дня чуть-чуть ничего не делала. Быстро все засоряется. Перемыла обувь. И мне надо сейчас ботинки. Сейчас вместе пойдем. София, потому что... Ну, это было, наверное... Ладно. Какая разница, когда было? Было, что лед сильный. Снег. А потом коркой покрылся. София угляла в ботинках. В общем, по этому льду ходила. И носки, и все я пощесывала. Теперь ботинки некрасивые. Ботинки ж нормальные. Так что я сейчас их подкремлю. Потому что я один раз ей так уж и делала. Первый раз, как увидела... А-а-а... Что ты сделала с обувью? Это кошмар. Ну, потом подкремила. Она... Ой, мама, они как новенькие. Что ты с ними сделала? Ну, волшебство. Волшебный крем для обуви. Так. Все. Микки расчесали. Ой, а как же я с вами там пойду? У меня машинка сильно тарахтит. Так. Тут стирку. В общем, у меня тут стирка за стиркой будет. Стирка за стиркой. В прихожку приходишь. Такой свет отвратительный. Ну, и лампы стоят сильные. Какой-то... Идите подземелья. Так. Раковину помыть. А тут тарахти. Перемыла обувь. Ну, обувь у нас не сильно грязная была. Ну, сейчас на улице снежок, оно то тает, то это. Ну, все равно песок какой-то. Все тут протерло. Полики протерло. И вот ботинки. Видите, какие? Жалко так. Этот вообще бутранный. Ну, сейчас буду реанимировать. Ну, что сделаешь? Закрыла ванну, чтобы мне так шумело. Крем какой-то нашла. Ох, у него запах такой, да? Сейчас намажем. Ну, что делать? Не выбрасывать же. А ходить не очень красиво. Сейчас так намажу. Пусть постоит, впитается хорошо. А потом начищу. Тоже недавно гуляла на улице. Ну, уж тает все. Пришла. Аж ноги мокрые. Говорю, София, ну нельзя ж так гулять. Хорошо сейчас сушилки есть, да? Для обуви. Вставил, высушил. Красота. А раньше, помню, на батареи эти обувь вставляешь. Ну, что же нельзя? Кожа пересыхает. И вспомнила, вставляла Софии сушилки. Ну, уже лучше. Ну, пусть он сейчас питается, потом натру. У меня были такие сапоги, мне, помню, мама купила. Высокие. Они были без молнии. Вот так одевались, такие высокие. Наверное, у меня уже в училище училась. Да. И этот. Наверное, тоже мокрые были. Как раз в то время, я помню, автобусы не ходили. Приходилось пешком ходить. Ну, туда как-то доезжала. А назад пешком. У нас тут по городу. И этот. И папа помыл мне сапоги. Он у нас любитель обувь мыть. И высушил их, положил. У нас печка была. И там, знаете, внутри эта духовка. Печка, которая углем топится. И там были духовочки. Ну, там была слеганца тепло. Или возле камина он положил. Я не помню. Вот не буду говорить точно. И он сам сапог вот это вот. Вот это. Как оно называется? Голенище. Он их так вывернул. Подвернул. Ну, чтобы лучше вовнутрь тепло проходило. И я не... Наверное, возле камина вот так они лежали. И вот это то, что он загнул вот так. Оно все вот так как бы сапог не кожаный был. Оно как поплавилось, наверное. И такая окантовка была. Ой, я такая расстроенная была. Так любила эти сапожки. А сейчас хорошо сушилки. У нас... Ну, все с такими сушилками сушат, да? У меня вот такая сушилка. Я давно ее покупала. Это наша. А Софийки вот такую вот. В АТБ как-то в том году или позапрошлом году. Не помню, покупала. Потому что вот эту неудобно в детскую обувь вставлять. Ну, большая. А эти хорошенькие. Хорошие сушилочки. Так. Все, ботинки пусть стоят. Потом их натру. Сейчас тут на тумбочке надо повытирать. Тут на полочке. Духи попротирать. Потому что оно пылючкой припадает. Все. Так. Щетку не буду убирать. Пусть стоят. Кремом пахнет. Так. Дверь линда повытирать. Помните, я вам говорю, этот... Рассказывала вам, почему бы сейчас бы такие двери не делала. Это ж везде. Вот тут везде все собирается пылячком. Да все время все вытирали. Машинка. А еще мне надо, знаете, что? Это вот на дверях, видите, точечки вот это вот. Это магнитики. Ну, чтобы ручка не билась об стену и не пробивала. И мне вот у нас здесь такой стоит магнит и в спальне. Но здесь мне как-то все равно. А вот в спальне мне не нравится, потому что... Сейчас, мальчики. Шелку уберу. Вот в спальне, если софетом дверь засыпает, она закрывает. А потом я, когда открываю ночью, мне надо дверь присоединить, потому что она закроется. Получается вот такой звук. Ну, это днем. А когда ночью, я представляю, здесь соседи спят. У них тут, я по-любому, тут диван где-то стоит. Тут они спят, и я им банкаю. Я не знаю, какие-то, может, что-то сюда придумать. Какие-то резинки. Или вот сюда какую-то придумать. Не знаю даже. Какой-то силиконовый. А может, какие-то вот эти пептики, которые на мебель клеятся. И оно будет как глухое такое, чтобы было так тук, а не вот так. В общем, громко получается. Так, София. Ой, надо двери открыть. Сейчас Микки в туалет захочет. У нас, получается, в ванной все время открытой. О, видите? Бэ-бэ-эх. Ну, что это за звуки? Электроэнергию экономим. Да, Микки? Пойдем. Пойдем, девчонки. Что, играть хочешь? Играть хочешь, да? Ой, скажи, я поиграла и играла, девочки. Играла, поиграла. Мама не хочет. Так, мне надо... А, я же собиралась... Ладно, я пока тут помою. Мне надо посуду помыть, там пару чашек. Так, Женя хлебушка купил. Кирпичик купил. Наверное, тоже полюбил. Про хлеб, кирпичик спрашивали, чего я не пекуешь. Раньше тоже пекла. Ну, если считать, например... Ну, просто испечь для себя домашнего хлеба, да. А если считать по экономии, оно не получается. Цена то, на то и выходит, ребята. Что муки, ну вот, на две буханки... Ну, может, да, дешевле. На две буханки муки... Ой, две буханки хлеба килограмм муки, по-моему, уходит. А электричество, духовка тоже работает. Выпекается пока. Ну, мне кажется, себестоимость одинаковая. Ну, просто, что домашний, да. Вкусненький. Но я знаю, его свежий. Испечешь первый... Буханка первая улетает на раз, два, три. Если все время печь хлеб, надо, чтобы постоянно была мука. А покупать... Ну, это так, да, мешок, наверное, купить муки. Тогда она стоит нормально. А как я покупаю там по два килограмма, то это так. Раз, два, и снова надо муку покупать. Вчера Женя с Софийкой до бабушки ездили в Уосте. Про этот... Бабушка угостила такими вкусными. Мы вчера ели, прям объедали. Я говорю, зачем вы взяли, говорю. У них там магазинов таких особо нет. Они... Говорю, мы же в АТБ можем купить. Вот такие, как мандарина, апельсина. Но на вкус она больше похожа. Это гибриды такие смешанные. Ой, какая она вкусная. Она маленькая, но она такая сочная, сладкая. Косточек нет вообще. И мы вчера ели, там на одной бумажечке была. Ну, почистили и выбросили. Я говорю, ну, уже некуда там мусортировалась, так сказать. Название надо было запомнить. Очень вкусно. С мамой созвонились. Я говорю, мама, где вы такую вкуснятина покупали? Она хохочет. Я говорю, там у нас, ну, там, где они живут, в магазинчик. И там покупали. Очень вкусно. Прям сильно. Потом спрашивала, говорит, мама, там девочке всем надо рецепт абрикусового варенья. Как ты его готовишь? Она говорит, проще парить на репке, говорит. Если именно для крылышек абрикусовое варенье, там не надо. Знаете, как бывает, закрываешь варенье, стараешься, чтобы долечки были целенькие, красивенькие. А тут она говорит, ну, на килограмм фруктов, килограмм сахара. Она говорит, я на ночь, ну, там, в миску или в кастрюлю, в чем вы там будете варить, засыпаю сахаром и оставляю на ночь, чтобы, ну, сок пустила. А потом, говорит, на следующий день, говорит, отварила, минут сорок проварила и в банки закатала. Там не надо. Почистили, косточки отобрали и все. Не обязательно, чтобы там долечки были. Там желательно, чтобы оно такое мягенькое было. Все, девочки, я с вами пообщаюсь, уже и тут порядок налила. Ой, что это такое? Да, что это за крошки не растают? Вот это, наверное, это, в тарелке остатки сыра, вот он окрошился, пармезан. Вчера доели. Последний раз купила, когда покупала у Масяни пармезан, ну, как-то, ну, не такой, сколько раз мы брали, не очень. Ну, на макароны потереть, ну, применение всегда можно найти. Не знаю, почему, какой-то вкус не очень нам понравился. Ну, съели уже. А я после этого уже другой сыр покупала. А, я вам показывала. Так, мне надо еще в магазин сходить. София просит, сильно, что она хочет и яйца розовые купить. Уже столько видео нас смотрелись. Я говорю, София, а у нас их нет, их разбирают. Их разбирают. София все бегает в магазин, а их все нет и нет. Может, их привезут и сразу быстро разбирают. Потому что... Люди там, наверное, часами стоят смотрят на эти яйца, лишь бы разобрать. Ну, всем хочется подарки выиграть. Наверное. Все время пишется товар в дорозе, товар в дорозе. Ой, София, сейчас купишь тебе яйца, потратишь 200 гривен. Да какая разница, хоть миллион. Да ты шо? А ты заработай этот миллион. Деловая. Деловая? Деловая? Заработай. Заработай миллион и потрать. Так а что нам? Это так хочется. Ну, мало ли, чего хочет. Так надо выражаться нормально, а не так, как ты. Миллион. Хочется. Мне тоже много чего хочется. Нет, ну, миллион тоже хочется, неплохо. Миллион я в жизни бы на яйца не потратила. Ну, это что? Руслан сказал. Ну, накупи на миллион, будь там одни тебе. О, девочки, шо я сделала? Свет выключила и с вами лелякаю. Видите, как темно без лампы сразу. Обалденная лампа. Так. Так, на кухне порядки навели. Сейчас посуду повытираю и... Или ладно, пусть она постоит. Машинку мне надо дождаться, пока достирать. Я уже с вами тут... Такое видео непознавательное. Ну, не учебное. Ну, ничего, ну, как есть, да? Все тогда. Мне, кстати, уже наснимала, наболтала целую кучу. Ладно, пойду сейчас ботинки натру, раковину там, в прихожке повытираю. Схожу, наверное, в магазин и приду, мне дома надо тоже поубирать. Ну, попылесосить, полы помыть, пыль повытирать. В общем, навести порядок. Наверное, на Ане позвонит, надо на маникюр записаться. Пока держится. Пока держится. А то потом поломается, будет обидно. Девочки, у меня тут авария произошла. Упал штатив. Поломала штатив. Ну, не штатив поломала, штатив целый. Поломала, жалко, крепление. Это я на Алике заказывала. Очень классное такое крепление. Да, ты его не сделаешь уже никак. Оно лопнуло. Вот эта штучка. Вот этот держатель. Вот, ну. Вот эти крепления очень классные. Вот эти вот именно. Они хорошо держат телефон. Телефон не выпадает. Ну, может, кто видео снимает, девочки. Я отдельно заказывала, покупала. Вот эти вот крепления фигня. С них телефоны выскакивают. Вот эта тут губочка такая, как пропитка была. Они вылетают. Вот эти мне не нравятся крепления. А вот эти вот классные. Ну, придется заново заказывать новые. Вот это хорошее. Очень хорошее крепление. А вот эти не берите. Если кто начинает, может видео снимать или снимает. Вот эти фигни. Эти классные. Телефон так фиксируется, стоит уверенно. А я зацепила тут. Убирала. Вытирала и зацепила. Уже думаю, ладно, сама поубираю. Нашла тут в этом. На полочке там, где духи убирают. Вытираю пыль. И Аня мне дарила вот такой маленький пробничек. Сейчас вам скажу, как называется. Ой, какие духи обалденные. Надо себе заказать. Такие этот. По-моему, ферогамма. Ама-ферогамма. Какой запах обалденные. Что-то тут уже не пшикает. А на дне я вижу. Не достает эта колбочка. Палочка вот та, которая. А что, они не открываются? Наташа все откроет. Выломает. Сегодня ломательный день. Нифига, они открываются. Ну, вот видите. Я думала, я сейчас вот эту так раз и сниму. Может, надо потрудиться? Нет, девочки. Оно заделано так на века. А что такое? Да ничего, хотела подушиться. Такой запах обалденный. Хороший духи. Вот у меня с утра. Жалко. Надо посмотреть. На Алиэкспресс. Заказать. Так, что у меня тут уже? Бандерсы, мои любимые. Тоже уже осталось немножко. Так, шелт это у нас онли. А, это парфюм. Парфюм де пари. Визиточки. Вот эти вот нравятся мне. Бомбшелл. Хорошие. Сейчас душусь ими часто. Мои любимые. Энджел Шлёссер. Девочки, кто покупали, писали в комментариях. Что понравился аромат. Ой, вкусно. Класс. Обожаю. Обожаю. Все девочки, наверное, обожают. Меня Женя очень любит. Он, как напахтится, наароматится. Всегда. Любит тушиться. Ну, есть не любят. Например, папа у меня никогда не любит тушиться. Мама иногда подгоняет что-нибудь. Она говорит, ой, это у меня хватит на пять лет. Говорит, а так долго нельзя хранить тухи. Эта Элочка мне отдавала тухи. Мы с ней, я ей одни, ну, менялись с ней. Вот такие вот отдала. Это этот, фаберликовские, платину. Вот. Эта осталась надоели отдать. Эта Элочка их любит. Они стоят у меня. Я им не пользуюсь. Каори, по-моему. Каори тоже фаберликовские. Немножко осталось. Да, Элочки отдать пусть. Да. Использует их. Всё. Боже мой, всё падает. Сейчас эту коробочку потрушу. Думажки. Подоходила. Закрыла двери, чтобы машинка не торопила. В АТБ как-то покупала вот эти корзиночки. Они такие, знаете, плотные. Пожалела Софию, послушала. Думаю, ну зачем? Надо было брать, там были бежевые, коричневые. Ну, чтобы подходила по цвету. Такая серенькая. Ну ладно, пусть будет серенькая. Там вот эта корзинка там где-то как стоит. Вообще, если бы она была не шахматкой, но вообще хорошие. Такие. Для органайзера, для хранения. Втираем. И порасставляем. А то мне эту барбюру верят. Всё порасставляла. А ещё хотят сказать, может, кто делает мебель, делает на заказ. Ребята, внимательно выбирайте ручки. Вот мы когда заказывали мебель, прихожую, и выбирали не вживую, а по каталогу, каталогу, ручки. Нам они понравились по дизайну. Но они очень острые, бока. Может, столько раз за них, ну, можно и локтём зацепиться. Внизу такие, может, знаете, маленький ребёнок, не дай бог упасть, и расшибёт себе вообще острючие-острючие. Очень острые. Так смотрятся вроде, ну, они хорошо, но очень. И выбирали, знаете, по качеству, чтобы были хорошие. Но что-то они мы не продумали в каталоге. Ну, смотришь ручкой, ручкой. А уже когда пользуешься, потом понимаешь, что не очень удобно. Так, будем собирать, убирать. Я тут раньше выставляла, знаете, как вот так, на полочке всё. А потом каждый раз-то всё поднимать, вытирать пыль, мне легче. Вот так, да, оно всё там стоит. А я вчера отдыхала. Надо, думаю, пошопиться. Шопинг устроить. Шопинг на диване. Такие себе залёт был в бон-при. Сейчас там скидки такие хорошие. Ну, как? Берёшь на 599 гривен, 15% скидка будет. 0 гривен доставка. Ну, если вы зарегистрированы, ещё минус 10%. Я думаю, надо что-нибудь посмотреть. Там тянет он у меня магнитом этот бон-при. Ну, и что я выбрала? Ладно, не буду рассказывать. Потом придёт посылка, посмотрите. Как захотелось мне на весну. Не знаю, почему прям... Сначала скинула в корзину. Ну, сразу заказ не делала. Думаю, нет, подумай, подумай. Потом хожу, я уже прям себя в этом вижу. Думаю, это будет так красиво. Потом снова меня что-то отвлекло там. А потом всё-таки уже Жене показала. Я говорю, как вы думаете, красиво будет? Нет, красиво. Покажу. Придёт. Ну, это, наверное, недельки через две придёт. Что это за карандаш? А, это, наверное, Софии дарили. Чём выбрала. Много чего хотелось там. Ну так, по-скромненькому. Много не нагребала. Прям уже придумала себе разные стили, что можно пододеть, как будет выглядеть. Ещё ботинки на весну надо купить. Вот, не достанут. Конечно, тут не достаёт этот фон. Жалко. Выкинуть. Ладно, я попрошу. Может, у меня не получается. Может, Женя откроет. Это, наверное, на мейкапе они в этот... Ну, как пробничек дали. Так. Всё. Вот это на мусорку. Так жалко. Так жалко. Это же моя работа. Мне надо... Пока оно придёт. У нас может где-то заказать. Ну, просто на Алике недорого. Я на Алиэкспресс тоже недавно, когда вот сделала заказ, покажу вам. У девочки одной смотрела видео, и она там мыла одной такой штучкой классной. Ну, придёт, попробуюсь. Понравится, я вам покажу. Я даже не... Даже бы и не обратила внимание. Женя приехал, позвонил. Всё, я вам покажу на улицу и собрала, что у нас там творится, девочки. Смотрите, какой у нас снегопад. О, завьюжило всё. Снег метёт. И ветер такой, смотрю, поднялся. Снежинки закружились. Зима. Не хочет зимушка уходить, да? Но ещё рано. Ещё рано. Блин, неохота теперь на улицу идти. Мне, наверное, сегодня ничего нельзя делать. Я что, сегодня всё ломаю. Мыла раковину, взяла дозатор, уронила. Всё, придавился дозатор. Теперь он кривой. Наверное, сегодня не мой день. Нельзя мне ничего делать. Ну, бывает же такое. Что, и тут поломала. Тут всё как бэх, нося. Я думала, он налопнет. Кстати, этот дозатор я покупала вместе с мылом. Я вам скажу, я думала, он быстренько выйдет из строя. Ничего подобного. Долго он у нас. Вот такой беленький флакончик. Это очень пахучая была жидкая мыла для рук. В Еве покупала. Ну-ка. А не, работает. Работает, но теперь кривенький. Надо новый будет купить. Ладно. Так. Ладно, девочки. Пошла я заниматься дальше, потому что у меня столько работы много. С вами пообщалась, рассказала, что всё у нас хорошо, замечательно. Продолжаем в том же духе. Всем крепкого здоровья. Не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok